Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Наконец-то я снимаю Project Pen. Последний апдейт был 3 месяца назад. У меня уже практически все позаканчивалось, а то, что не заканчивается, я решила выбросить и начать новый проект. Мне очень понравилось заниматься таким родом деятельности, потому что очень много косметики, которую я просто не пользуюсь. Она у меня лежит в ящике, складируется, потом я покупаю что-то новое, это опять лежит. Заканчивается срок годности, поэтому я думаю, что эти видео не только информативные и интересные для вас, но и полезные для меня. Давайте начнем. А начать я хочу с тех средств, которые у меня закончились. Давайте вот то, что близко лежит. Итак, первое, с чего мы начнем, это тушь от Essence, которая называется Like Long Lashes. Но это всего лишь название, так как она очень неудобная была в использовании. Мне просто было жалко ее выбросить, поэтому добила ее до конца. Вообще не люблю подобные щеточки, я не знаю, как правильно они называются, силиконовые или еще как-то. Это можно сказать такое разочарование, но просто жалко было выбрасывать, поэтому добила до конца. И вторая тушь это от Maybelline. Обожаю эту тушь, пользуюсь ею где-то с 10 класса. Очень мне нравится, удлиняет, подкручивает, придает объем. Это просто моя любимица. Можно сказать, штук 20 уже я купила, и они у меня закончились. То есть на постоянной основе я в основном пользовалась вот этой тушью. Здесь также очень удобная кисточка. В принципе, мне кажется, нет смысла показывать эту тушь, потому что все про нее прекрасно знают, все ее пользуются, и стоит она, кстати, сравнительно недорого. В общем, эти два средства отправляются в мусорку, а мы с вами двигаемся дальше. Дальше давайте пройдемся по тональным средствам. У меня, значит, здесь три тональных средства. Господи, стоять. Первое это от Бэль, Роял Мат. Как видите, здесь также приклеена вот эта штука. На все средства я приклеила скотч, чтобы я не забывала, какие у меня средства участвуют в проекте. Раньше очень любила эту основу, но сейчас люблю поплотнее, так скажем. Вот даже, чтобы сделать свотч, не могу выдавить, потому что закончилось просто напрочь. Далее, значит, два тональных средства от Идеал Приват Лейбл. Миллион раз вам показываю. У меня было таких 10, сейчас осталось 4. И, в принципе, недавно я в одном из влогов вам показывала, что купила еще одно средство. У меня здесь это самый светлый оттенок, 0,1. Один из них закончился. Я даже не знаю, какой именно. А вот. Вот это средство у меня закончилось, как вы видите. Отправляем в мусорку. А второй здесь немножко, насколько я знаю, осталось. Кстати, на руке у меня немножко нанесено румяна. Сейчас посмотрим, насколько тональное средство скроет вот эти румяна. Очень плотное тональное средство. Обожаю просто. Для моей сухой кожи подходит просто на ура. Далее, что касается средств, которые у меня закончились. Закончилась у меня такая подводка. Здесь даже стерлось название. Здесь было написано Golden Rose. Очень-очень нравится щеточка. В принципе, вот она пока что еще рисует. Но накрасить хотя бы один глаз полноценно этой подводкой уже невозможно. Я уже ей на замену купила точь-в-точь такую же просто новую. Я знаю, что большинство девочек очень любит именно маркеры. Но не в моем случае. Сейчас вам покажу средство, где уже видно результат. Это тени от Dior. Очень-очень старые. Их я уже буду выбрасывать. Потому что истек уже срок годности. Упаковка уже в отвратительном состоянии. Покупала я их, если не ошибаюсь, на первом курсе. С тех пор прошло уже 5 лет. Мне кажется, это не очень безопасно. Пользуется косметикой, у которой уже истек срок годности. Тем более, если честно, мне они уже совершенно не нравятся. То есть, этот белый цвет был, которым я постоянно пользовалась. Этот фиолетовый вообще растушевывается в какую-то грязь. Поэтому думаю, что целесообразно будет просто избавиться от этих теней. Далее, значит, от Chanel у меня есть такие тенюшечки. Как вы видите, вот эти два оттенка. Здесь видно донышко. Почему-то свет мигает. Сегодня почему-то все пытаются мне помешать снимать видео. То пришел наш сосед, то мама что-то просит сделать. Как будто весь мир против меня. Но это не помешает нам с вами закончить снимать видео Project Pen. От этой палетки также буду избавляться. Также потому что она старая. Мне как-то некомфортно, если честно, пользоваться косметикой, которую я купила 6-7 лет назад. А вот эту вот палеточку я купила именно 7 лет назад. Хоть в интернете читала, что сухие продукты не имеют срока годности. Все равно как-то неприятно. Надоело. Вот реально уже надоело. Этот оттенок я знаю, что я не буду пользоваться. Здесь осталось совсем чуть-чуть. Поэтому избавляемся. Далее, значит, мой подвиг вам покажу. Да-да-да-дам. Вы видите это донышко? Видите, какая я молодец? Эти тени использовала я как хайлайтер. Мне очень нравится вот этот такой дуахром, который немножко уходит в зелень. Я люблю вообще хайлайтеры, которые очень сильно пигментированы. Я люблю свечение, которое видно из космоса. Давайте я вам сделаю сводч прямо на руке. Вот. Как вы видите, тени очень хорошо пигментированы. И с задачей хайлайтера справлялись. Ну, ура! Пользовалась я ими очень-очень часто. Чтобы не отсвечивало, я вам буду показывать. Вот. Так вот. В прошлом апдейте, как вы видите, тени были практически новыми. Даже вот здесь была слегка видна надпись. Это из какой-то лимитированной серии. Сейчас, конечно, у меня появились хайлайтеры от Makeup Revolution. Пять штук. Поэтому уже рука как-то не тянется к этому средству. Далее, значит, у меня закончилась помада. А, вот она. Это помада от Alex Evan. Здесь была такая вот полоса. И почему-то она стерлась именно в этой области. Меня это жутко раздражает. Не знаю, с чем это связано. Вечно у меня упаковки в ужасном состоянии. То ли я какая-то хлюшка, то ли упаковки какие-то идиотские. Ну, в общем, закончилась у меня такая вот помада. Также я видела у других блогеров, что они начинают там ковырять, не знаю, какими-то кистями. Начинают вынимать оттуда изнутри. Я думаю, что можно обойтись и без этих вариантов. Видите, я уже нормально накрасить не могу, потому что средства уже практически не осталось. Но можно вот так вот растушевать, чтобы вам было видно оттенок. Красивый оттенок наносила с карандашом, который заказывала на Алиэкспресс. Вот он, кстати. Он также у меня был в проекте. Как видите, его тоже стало очень мало, но, к сожалению, добить до конца я не смогла. Далее, значит, что касается средств, которые также у меня закончились. Закончился такой блеск от Manhattan. Вот с такой вот удобной кисточкой. Кажется, что здесь что-то есть, но полноценно, опять же, накрасить губы ей уже не получается. Давайте я сделаю сводч. Вот такой вот блеск. Имеет легкий такой оттенок. Использовала с удовольствием, но уже закончился. И до свидания. Далее, значит, должна была вам показать две помады. К сожалению, одна из них у меня осталась на работе. Именно потому, что она из проекта Project Pen. Я ее взяла на работу, чтобы постоянно подкрашивать губы, когда, например, я пью чай или кушаю. Ее у меня осталось совсем чуть-чуть. Конечно, надо было вам показать. Но, к сожалению, забыла. А сегодня воскресенье, поэтому я должна снять это видео. Далее, значит, вот такая вот помада, которую я заказывала на Алиэкспресс, наверное, лет 5 назад. Это типа By Nando. Это подделка. Но, в принципе, мне нравится текстура этой помады. Упаковка очень, знаете, такая приятная на ощупь. Но, к сожалению, оттенок немножко не мой. Он немножко светловат. Но что я делаю? Я наношу какую-то темную матовую помаду и в серединку добавляю этот оттенок. Получается такой эффект омбре. С этой задачей эта помада справляется на ура. Но, к сожалению, ее нужно совсем чуть-чуть. Поэтому добить ее до конца процесс нелегкий. Вообще, я вам так скажу, помады заказывать с интернета немножко сложновато. В том плане, что не угадаешь с оттенком. На картинке был оттенок темнее. Значительно темнее, чем вот эта красота. Дело даже не в самом сайте Алиэкспресс. Алиэкспресс я также заметила и на Революшн, когда заказывала. Оттенки на фотографии были совершенно другие. Пришли другие. Поэтому учитывайте этот момент. Далее здесь, значит, румяна от Слик. К ним, если вот честно, я вообще не притронулась. Именно потому, что они кремовые текстуры. Я не очень люблю кремовую текстуру. И еще они очень сильно пигментированы. Посмотрите, какая красота. Вообще, подобный цвет я люблю. Но как-то легко ими переборщить. Можно, кстати, их использовать просто как помаду на губы. Я пробовала и, в принципе, неплохо. Кстати, я хочу снять видео. Зачистка моей коллекции косметики. Думаю, будет интересно. Если вам также интересно, то обязательно пишите в комментариях. Итак, следующее средство. Это румяна от Catrice. Обожаю. Просто любимые румяна. Как вы видите, я ими пользовалась очень-очень активно. Можно сказать, каждый день. Но они очень сильно спрессованные. И очень слабо пигментированные. И еще они замыливаются. В результате всего этого они бесконечные. Я не знаю, вам видно на видео или нет. Вот сейчас смотрю и понимаю, что совершенно не видно. Но здесь появилась такая яма. Он сильно пигментированный, кремовый. Но имеет слабое свечение. Для меня это значительный минус. Вот вы можете заметить. Вот какой хайлайтер лучше блестит? Мне больше, например, нравится Catrice, который хорошо видно на лице. А этот совершенно нет. Но все равно, знаете, можно как-то эти два средства перемешивать. И получается очень даже ничего. И здесь осталось совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Это пудра от Chanel. Она замечательного качества. Также у меня, наверное, года 4. Проблема в том, что этот оттенок мне не очень подходит. Раньше мне нравился какой-то загарный оттенок на своем лице. Но сейчас нет. Очень редко пользуюсь, хотя очень хорошее качество. Далее здесь очень-очень дорогая вещь. Я пыталась закончить этот парфюм, если так можно его назвать. Стоил он всего 2 моната. Покупала я его специально для своего видео. Подписчики управляют моей жизнью. Там я спрашивала у подписчиц, каким парфюмом мне надушиться. Который стоит 200 долларов или который стоит 2 доллара. Хотя он имеет неплохой такой аромат, сладкий. Но просто он сразу выветривается. И последнее, что здесь осталось на дне, это вот такие вот тени от Jodin. Ничего не скажу, классная палетка. Оттенки просто обалденные. Но тени достаточно сложно закончить. Хотя я очень интенсивно пользовалась вот этим вот оттенком. Не знаю, вам видно или нет, но посмотрите, здесь такая вмятина. И почему-то они очень сильно замыливаются. Также здесь есть кисточка, которая мне очень нравится. Редко бывает вообще такое, что мне нравятся кисти, которые входят в комплект. Но в этом случае она мне очень нравится. Вот этот темный оттенок, который я никогда не использую. Здесь такие мелкие блестки. Просто красота. Вам не видно, но поверьте мне на слово, это обалденная палетка. Стоила что-то в районе 13 долларов. Вот. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok